При проживании в многоквартирном доме каждого жителя интересует комфорт и безопасность. Одним из условий комфортного и безопасного проживания является отсутствие живности, которая может служить не только разносчикам различных заболеваний, но и причинять иные неудобства. Речь идет о крысах, мышах, тараканах, клопах, комарах и прочих. Сегодня я расскажу о том, что делать, если в своем доме вы заметили незапланированных гостей. В Республике Татарстан обращение по вопросам наличия грызунов, насекомых в доме или же неудовлетворительное санитарно-техническое состояние живых зданий и сооружений должны направляться в Роспотребнадзор Республики. Если факторы подтверждаются, то управляющие организации и их должностные лица привлекаются к административной ответственности. Им выдаются предписания об устранении выявленных нарушений. Например, скопление воды в подвале живого дома. Помимо угрозы вымывания фундамента, разрушение стен способствует появлению и размножению насекомых. Согласно СанПИН, при эксплуатации живых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение и затопление живых помещений, подвалов и технических подпольей, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений. Жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или временного пребывания людей, относятся к объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, управляющие многоквартирными домами, в целях определения необходимости проведения профилактических обработок, должны обеспечивать регулярное обследование и оценку состояния домов с целью их технического и санитарного состояния, а также определение заселенности домов и придомовых территорий грызунами и насекомыми. Однако стоит помнить, что обработка только мест общего пользования многоквартирного жилого дома от насекомых не избавляет от их присутствия жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме. Истребительные мероприятия должны проводиться во всех помещениях, заселенных насекомыми. Если вы обнаружили насекомых или грызунов в местах общего пользования, необходимо в первую очередь обратиться письменно в свою управляющую организацию. Собственники квартир ежемесячно оплачивают жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за дерзотизационные и дезинфекционные обработки, проводимые в местах общего пользования жилого дома. За надлежащее содержание данных мест отвечают управляющие организации. В Казани, например, для проведения работ по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, можно обращаться в диспетчерскую службу информационного портала «Открытая Казань» по телефону 236-4123. В случае неисполнения управляющей организации своих обязательств, выправе обратиться в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с письменным обращением, либо решить вопрос в судебном порядке. Дезинфекционные обработки от насекомых в квартирах осуществляются собственниками жилья своими силами, либо по договору силами привлеченной организации дезинфекционного профиля. Следует обратить внимание, что если в вашем доме проживают соседи, ведущие аморальный образ жизни или страдающие синдромом Плюшкина, который из своих квартир устраивает помойки, то наличие в доме кусачих насекомых и грызунов всего лишь вопрос времени. Поэтому, если есть такие квартиры, то вы вправе обратиться в органы полиции, прокуратура, органы местного самоуправления для принятия мер в отношении данных проблемных жителей. С марта 2023 года вступили поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, который допускает изъятие квартир, в том числе и лишение собственности на живое помещение, если квартира содержится ненадлежащим образом и нарушает права соседей. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, собственник жилого помещения обязан поддерживать помещение в надлежащем состоянии, соблюдать права и законы интереса соседей, правила пользования жилыми помещениями. И, соответственно, обработки в квартирах осуществляется собственниками жилья своими силами, либо по договору с силами привлеченной организации дисфекционного профиля. Если же наличие грызунов и насекомых в местах общего пользования жилого дома, то есть это в подъездах, на лестничных площадках, в подвалах, вам необходимо в первую очередь подать заявку в управляющую компанию. Также можно обратиться в диспетчерскую службу «Открытый Казань» либо «Открытый Тарстан». В случае бездействия управляющей компании вы можете направить обращение в управление Роспотребнадзора по республике Тарстан через официальный сайт управления, либо же прийти и написать обращение в общественную приемную по адресу, город Казань, улица Большая Красная, дом 30. Комфортное и безопасное проживание в многоквартирном доме зависит не только от соблюдения управляющей организации требований законодательства о надлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома, но и в большей степени от самих жителей данного дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова